Лето Вы узнаете в программе об этом подробнее. Организация отдыха детей в летний период – одно из приоритетных направлений социальной политики администрации Чебоксар. На средства городского бюджета в загородные лагеря в этом году отправится около 6 тысяч человек. Столичные власти выделяют средства на ремонт помещений и закупку необходимого оборудования. За последние годы на это ушло около 8 миллионов рублей. Это дает свои плоды, свои результаты, потому что большой спрос у нашего лагеря, он остается каждый год. И, конечно, администрация лагерей делает все возможное, чтобы отдых детей был не только безопасно, комфортно, но еще и интересно. Это не только время, когда ребенок может отдохнуть, но и он может продолжить свое развитие, потому что занимаются опытные педагоги. Ребенок социализируется, он находит новых друзей, он общается, он проводит время на свежем воздухе, он оздоравливается. Поэтому, конечно, лагеря нужно дальше развивать и поддерживать. Муниципальных лагерей всего три, у каждого свои особенности. Один из самых популярных – Бригантина. Он расположен в городской черте, так что добраться до места не составит трудностей. В первую смену здесь отдыхают 130 ребят. Скучать не приходится. На этот раз организовали и группа станции. Фотодело, лепка, студия танцев. Каждый найдет для себя что-то интересное. Всего в лагере пять отрядов. Они сформированы по возрастному принципу. Многие из ребят приезжают сюда не первый раз. Я отдыхаю здесь с пяти лет, мне здесь очень нравится. Здесь все очень интересно проходит. Это мой любимый лагерь. В Бригантине каждый год что-то новое. И когда ты приезжаешь, всегда как-то неожиданно получается. Ну вот в этом году добавили новые фишки. У каждого экипажа есть своя фишка. Это очень-очень круто. Я в лагерях отдыхала два раза. Два раза в Бригантине. В лагере мне нравится все, но я хочу, чтобы добавили новых номеров танцев. За досуг ребят отвечают профессионалы. Все вожатые прошли обучение и получили сертификаты и санитарные книжки. Это безусловное состояние души. И вожатые я работаю уже три года. Это далеко не первая смена. Для меня быть вожатым – это получать тепло, поддержку от своих детей. Они каждый раз уникальны и каждый раз такие потрясающие. Это просто волшебно. Я тебя люблю. Еда, я тебя люблю. Как хорошо, что ты моя. Еда, я люблю. За качество еды и в лагере отвечает комбинат школьного питания. За здоровье – свой доктор. Недавно сделали ремонт в комнатах, обновили мебель. Не забыли о безопасности. В коридорах установлены камеры видеонаблюдения. Так что летний отдых юных чебоксарцев находится под контролем взрослых. В этом году путевки за счет средств столичного бюджета получат около 800 школьников. Профильные смены – еще одна возможность не только весело провести время, но и получить необходимые знания в одном конкретном направлении. Их проводят не первый год. Актуально востребованно, потому что процесс образовательный и воспитательный – это единое целое. И разрывать его от учебного процесса в течение учебного года и отделять, что это каникулярный период, это учебный процесс, такого сейчас невозможно. Поэтому, основываясь на тех программах, что есть и что реализуется в учебный процесс, конечно, в каникулярный период находят отражение в дополнительных образовательных мастер-классах программы, которые наши лагеря и проводят. Лагерь «Березка», что в Маргаушском районе, стал такой площадкой. Столичное управление образования сотрудничает со многими организациями и ведомствами. Так, например, «Наукоград» был организован при поддержке Чувашского госуниверситета. Еще одно направление, пользующееся популярностью – спортивное. Я пытаюсь вырваться. Что я делаю? Делаю отвлекающий удар ногой в живот, в пах, либо по колену. Потом правую руку я кладу на его левую руку. Эту руку разворачиваю вокруг оси. Вот, получается. Вот, видите? Этот профиль выбрали около 60 человек. Причем среди мальчишек есть и девчонки. Мастер-класс по единоборствам проводит опытный инструктор. Задача ребят – запомнить как можно больше базовых приемов. Возможно, они пригодятся в повседневной жизни. Единоборства, они должны больше входить в массы. Много всяких ситуаций, когда нужно проявить себя, проявить волю, проявить характер. И единоборство, как никогда, как никакие другие виды спорта помогают в этом. И первый шаг мы должны делать именно в таких мероприятиях, в лагерях, чтобы прививать направленность к спорту, любовь к спорту. Каждый день школьников ждут новые занятия. За 10 дней смены ребята узнают о многих интересных профессиях. Настя Крутункова приехала отдыхать в лагерь впервые. Рассказывает, что мечтает стать журналистом, и занятия здесь в этом помогут. Интересно задавать вопросы, делать газеты, интересно монтировать видео. Очень хочется попробовать. Журналист должен иметь большой запас словарных слов. Он, журналист, самый должен быть быстрый, чтобы гнать всех своих конкурентов. Английские каникулы выбрали больше ста ребят. Занятия проводят педагоги одной из чебоксарских гимназий. Английская смена уже проходила в березке этой весной. Довольно остались и дети, и взрослые. Один из плюсов – ребята могут пообщаться с иностранцами. Братья Морозовы изучают английский уже много лет и не упустили возможность улучшить свои навыки. Очень полезно разговаривать, потому что замечаешь некоторые разговорные слова, некоторые выражения, которые очень заменяют многие другие. Очень полезно тоже в будущем может быть. Здесь преподают очень интересным образом. Ты не напрягаешься здесь, ты больше расслабляешься. Тут нет никакой другой лишней информации – МНДХМ, и только изучаем английский язык. Нет других уроков, и именно это позволяет как-то легче получать, запоминать новое. Профильные смены проводятся и в республиканских лагерях. Арт-тревел, кадеты, экосмена – лишь часть из них. Так что у школьников выбор велик. Как отмечают в столичной администрации, работа в этом направлении продолжится. Мы готовы услышать мнение родителей на будущие смены, потому что формирование нового сезона, оно начинается уже сейчас. И в течение учебного года будут профильные площадки, которые потом по востребованности будут и в летний период продолжены, конечно. Большой акцент будет сделан на инженерно-техническое направление в этом году. Это была программа «Об этом подробнее». Мы говорили о качественном и безопасном отдыхе школьников в летние каникулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова